И снова здравствуйте, дорогие друзья, здравствуйте, братья и сёстры. Многие из вас, в частности, проживающие на территории России, да и по всему остальному земному шару, не считая Азербайджана и Турции, неоднократно, наверное, слышали из уст представителей армянства и армянских лоббистов высказывания, направленные против Азербайджана и Турции по такой теме, как вандализм. Вандализм, якобы направленный этими двумя государствами против так называемого культурного армянского слоя на территориях этих государств. Также вы, наверное, слышали из уст этих же представителей армянства и армянского лоббизма о том, чтобы россияне, граждане России, а также граждане других стран мира не посещали Турцию и Азербайджан в связи именно с проводимыми этими странами программой вандализма, терракультурного геноцида, как армяне любят говорить, они любят везде произносить слово геноцид, направленного против, я опять повторюсь, культурного так называемого армянского слоя на территории этих государств, Турции и Азербайджана. Но что же происходит, когда какой-либо из россиян приезжает на территорию Турции и Азербайджана? Что же он видит? Он видит проживающих в этих странах представителей армянского народа. Он видит действующие, либо как минимум, находящиеся в рабочем состоянии армянские церкви, в идеальном состоянии. Интересный момент, не так ли? И вот мы с вами ознакомимся с одним таким туристом, который побывал в Турции, и его шокировало то, что он увидел, а увидел он действующие армянские церкви в Стамбуле и множество армян, проживающих в данном турецком городе. То есть у него произошло некое нарушение в работе головного мозга между тем, что ему говорили в России, и между тем, что он увидел лично сам, присутствуя, находясь в Турции. То же самое было бы, его, наверное, шокировало, если он бы посетил бы Азербайджан. Нет, у нас не действуют армянские церкви, но они есть. В частности, за той церковью, которая стоит в Баку, ухаживают. Не просто, скажем так, она стоит, а за ее внешним видом следят. Что не скажешь, например, о состоянии азербайджанских мечетей, дворцов на территории самой Армении? Неоднократно азербайджанская сторона задавала вопрос, куда делась Эреванская крепость? Куда делся дворец Сардара? Куда делись сотни-тысячи мечетей, которые находились на территории Армении? То же самое, в общем-то, армянской стороне может задать вопрос не только Азербайджан с Турцией, но и Россия. Ведь архиепископ Ереванский, который является сейчас главным представителем Российской Православной Церкви в Армении, четко заявил о том, что до нынешних времен не дожило большинство православных российских храмов. Они были уничтожены, либо снесены, либо арменизированы. Такой же шок, шоковое состояние может посетить грузин, которые обнаружат грузинские храмы либо уничтоженными, либо находящимися на грани уничтожения. Поэтому, именно исходя из этого, армянство старается не давать людям либо посещать те территории Армении, на которых находятся эти самые некогда действующие мечети, и церкви, как российские, так и грузинские. А также стараются внушить россиянам, гражданам России и гражданам других стран мира, о том, чтобы они ни в коем случае не посещали Азербайджан и Турцию. Потому что, посетив Азербайджан и Турцию, а затем посетив Армению, у людей тут же возникнет четкое понимание правоты, о которой разъявляют азербайджанские и турецкие, а также некоторые уже и грузинские блогеры и работники информационных служб. Ну, это так, предисловие. Теперь давайте ознакомимся с вами с реакцией одного именно из россиян, который побывал в Турции. В данном нам видео мы будем говорить не только о визите этого российского туриста, а о множестве других крайне интересных тем, поэтому досмотрите это видео до конца. Очень много интересных аспектов, в частности, связанных с позицией проармянских сил, я представлю вашему вниманию. А также поговорим об истории, об одном так называемом историческом факте, который любят предъявлять армяне, касательно своей древности. Но обо всем поэтапно. И начнемте с туристического визита российского туриста на территорию Турции. Вот этот видеоролик в Стамбул. Здесь очень много армянских церквей и армян. Мы этого не ожидали. Русский турист не ожидал, что на территории Турции проживают армяне и действуют армянские церкви. То есть, россиянин четко признает, что русским армянство навязывает ложь. Браво! Давайте теперь посмотрим, с чем же он встретился, находясь в Стамбуле. В Стамбуле, на мое удивление, приятное удивление, для меня они здесь живут. Порядка 40 тысяч западных армян. Здесь 44 армянские церкви осталось. Порядка 5 или 7 мы встретили. Это только в Стамбуле. Вот еще одна улица Стамбула. По ней мы вроде как еще не ходили. А мы направляемся в ту сторону, там должен быть пасхор. Так, а мы попали в узбекский квартал Стамбула. Почему в узбекский? Потому что очень много флагов Узбекистана. Написано что-то даже по-русски. Узбекистан, экспресс, авиапочта Узбекистана через регионы страны. Вот так, свернув с узбекских кварталов, торговых рядов, мы попадаем в маленькую Армению, в Стамбуле. Ну вот эта надпись как раз подтверждает наличие армянского, можно даже сказать, квартала. А вот это здание армянского патриархата. Да, вот это здание. И напротив армянская церковь. Так, ну вот смотрите, здание патриарха Константинопольской, апостольской, армянской церкви. Надеюсь, что правильно произнес. И по армянски, и по турецки, и по английски написано. Так, ну-ка. Мне интересно, это, наверное, западноармянский язык. И обратите внимание, не написано по-русски. А ведь армяне любят говорить, что крестили Россию. Но могли бы написать в качестве памяти. Зачем? Это так, к слову. Армяне, Армении перевести, что здесь написано или нет, понимают? Тем более, обратите внимание, на узбекских улицах, на русском, много было надписей. А вот на армянской почему-то ничего не пишется. На столь близком для армян русском языке. Продолжим. Они этот язык или не понимают? О, здесь бальвана. И такая резная дверь. Да, интересно. Так, ну а с этой стороны армянская церковь. Я так понимаю, это самый главный храм. Но, к сожалению, мы попали сюда в день траура. Здесь очень много венков. Ну да, попали на траурные мероприятия. И вот сколько венков мы уже принесли, пока мы здесь стояли. И до сих пор мы все принесли. Я так понимаю, что на делом фоне написано, под кого это вино. Так, ну и недалеко от армянского патриарха, наверное, армянский квартал. Вот, в всяком случае, здесь надписи и на Трёвском, и на этом доме, и на армянском. Ну и вот он, ну и вот он. Андроник Хадьян. Нет, я вначале подумал, что это тот самый... И надпись, касающийся Андроника Одноухова. Нет, это совершенно другой представитель армянства 1950-го года. Продолжим. И вот здесь, как вы, мусенькие, но высокие. И... Ходится, наверное, пять или шесть улиц. Такой интересный перекресток. И везде рестораны, рестораны, рестораны. Мне кажется, здесь можно прокормить весь табу, сколько здесь посадочных мест. Да. Даем по табу. Так, судя по кресту на двери, здесь или была, или есть церковь за этими воротами. Ну, сейчас мы с другой стороны еще обойдем. А так, домики. Мы практически уже вышли к Мраморному морю. А вот так вот. Да, церковь здесь есть. Крест я вижу. Только вход где-то с другой стороны. Вот вход. Это армянская церковь. Сейчас посмотрим, что там. Таринная армянская церковь. В всяком случае, 1869. Я здесь вижу. Церковь сама вот здесь. Да, дворик оформлен. Красиво. Виноград, наверное, здесь был. Когда было тепло? Так, это похоже, как фастаменты. А здесь вроде даже бы могила. Надписи на турецком и армянском. Ой, какой тут клевый подъем. Ну, что делают? Обувь. Ага. И в Россию везут, да? Да, вот мы нашли турецкое производство. My name фирма. Но скоро она будет на всех прилавках России. Да, вот здесь производство обуви. Мне кажется, на всех этажах. И на первом, и на втором, и на пятом. А фирма называется... Кача Прес. Какой-то. Вот родина этой фирмы. Мы подошли... То есть, насколько вы понимаете, эту обувь делают армяне в Стамбуле. Тоже интересный момент. Это так, что армяне не имеют собственного бизнеса. Как и везде, вы занимаетесь очень часто обувью, либо дорогами. Впрочем, эти два направления в чем-то схожи. Мы же ходим в обуви по дорогам. Правда, россияне по сей момент плачутся от тех дорог, которые представители армянства строят в России. Плачутся ли они от обуви, которая сделана данной, в частности, армянской фирмой в Стамбуле? Это вопрос к россиянам. Продолжим. В церкви здесь даже вот внизу тоже какая-то обувная или мастерская, или фирма. И вот такой вид на мраморное море. Это уже то самое мраморное море. Мамлот, не веришь своим глазам? Или ты все на обуви смотришь? Я не верю своим глазам, что вот так производство на лампу, вот так, как это все отшивает. Вот так это все отшивает. Я бы немножко представляла по-другому все. А, ну это да. Я строила какой-то завод снебельный. Да. По-русски, по-грузински и по-армянски. Что-то здесь ждут заказчиков со всех стран, в которых мы были этим летом. Ну и вот готовая продукция пошла. Пожалуйста. Да. А я. Вот производство обуви. Вот как это выглядит. И утилизируется. Здесь мы обнаружили еще одну армянскую церковь. Честно скажу, я не знал, что в старом Константинополе или Стамбуле осталось только церквей. Мне кажется, что прихожанство намного меньше, чем количество церквей. Да, сколько может вместить. Нет, ну если я ошибаюсь, я буду только рад. Здесь, вероятно, будут двуми центров. То есть такие не выключатели, но старинные. Так, ну а мы вошли во дворик. Здесь на входе, к сожалению, по-русски не говорят. Хотя и армяне. Значит, это армяне не советские. А армяне именно турецкие, ну или стамбульские, или константинопольские, как хотите, западные армяне. Вот в таком виде. И, в общем-то, неплохо все сохранилось. Да, очень красиво здесь. Вот оно и одно поколение армян. Давайте немножко откатим назад, потому что, обратите внимание, в данном культурном центре фотография Ататюрка. Посмотрите внимательно на Ататюрок и кресты. Очень интересный момент. Это в армянской культурном центре. Интересный факт, не так ли? То есть армяне Турции не считают Ататюрка своим врагом. А наоборот. Это крайне важно. При этом за него явно еще к тому же и молятся рядом икона. Как же так? То есть не все армяне обречены на, я бы сказал, проделываемый армянством самогеноцид собственного народа, самоуничтожение собственного народа. Интересно. Продолжим. Очень красиво здесь. Вот оно, не одно поколение армян. Это нас сюда пригласили. Армяне здесь стовооржевать. Мы поговорили с помощью Google Translate, потому что армяне, западные армяне русского языка, конечно же, не знают. Поэтому уж о чем-то смогли, а то мы поговорили. На турецком? Да. На турецком, да, с помощью Google Translate. А вот такая реставрация. Вот так красиво здесь, внутри церкви. Вы видите, как сохраняют армянские церкви. А интересно, проходили ли реставрации в азербайджанских мечетях хотя бы раз в тысячу лет существования, как армяне считают, их этноса на территории, на которой сейчас находится Армения. Они все уничтожили. Посмотрите отношение турок к армянским церквям. При том, что на территории Армении, я опять повторюсь, уничтожены практически все мечети, кроме Голубой. Так называемой Голубой мечети. В Ереване. Это культура. Вот эта культура, через это познается культура. Что отсутствует у, к сожалению, у армян Армении. Продолжим. Мы, как сказать, ходим по производственным цехам в Турции, где производят обувь в немалых масштабах. Принимают заказы, отправляют в обувь красивая. Даже вот это не китайский шип-потреб. Все нитки горшатый клей. Когда идешь, он выпрыскивается. Нет, все красиво, симпатично. Вот сзади. Посмотрите, мне немножко условия производства поражают. Это, видно, напоминает какое-то гетто. Эти улицы. Да, но это на самом деле центр Стамбола. Вот тут буквально идти, ну километр. Будет уже Голубая мечеть, дальше Айстофия, ну и все остальные достопримечательности. Это вот не окраина где-то, а именно сам центр. Что интересно, здесь производство, а через пару улиц, торговля. Также раскинутая на улице. Вот такой он. Истекляль. Нет, такая улица Истекляль. Очень много здесь и местных жителей, и туристов. Мы попали на импровизированный рыбный рынок. Здесь же рыбное кафе. И чуть дальше пройдя, еще одна армянская церковь. Вот мы там сейчас были. На армянской церковь, в принципе, в хорошем состоянии. С нарусами на армянском. Ну, наверное, западноармянском. Я уже вчера так говорил. Это тоже армянская апостольская церковь. А вот так внутри. Мы вчера заходили в подобную церковь. А там была рестаурация. То есть, все прелесть. Мы увидим только сейчас. Сейчас поближе тоже подойду. Нам разрешили здесь снимать. То есть, опять же, Знаками я спросил, Можно ли снимать. Нам сказали, да, можем. Законите, снимайте. Местные армяне. Вот здесь Межторговых рядов, Межторговых домов Мы обнаружили Сирийскую церковь. Наверное, Наверное, правильно Их называется Ассирийская церковь Востока. Это тоже Древнеправославная церковь. Примерно как армянская И как копская. Так, опять прогуливаясь По району Кумкапы, Мы проходим... Обратите внимание, Ассирийская церковь закрыта, А армянские действуют. Тоже интересный момент. Это так. К слову, для армян. Здание, в котором расположен Патриархат Армянско-апостольской церкви, Константинопольский Патриархат. И вот в этом здании Находится непосредственно Патриарх. Хотя заранее отвечу На те выступления, Которые сейчас могут Последовать от армянской стороны, Но тогда Ассирийцев тронули. Нет, Ассирийцев, насколько я понял, Прибрала армянская церковь. Вот и все. Через... А также греческая православная. Это получается, Здесь центральная Армянская церковь. Мы, кстати, В Стамбуле встретили уже, наверное, Около пяти армянских церквей. Сейчас попробуем зайти внутрь. И вот территория вокруг Армянского собора. Да, территория большая, ухоженная. Все здесь красиво, величественно. Все сохранилось еще С момента постройки этого собора. Ой, какая колокольня здесь высокая. Давайте остановимся. Не будем пускать данный видеоролик до конца, Чтобы я хоть чуточку Как-то мог уложиться В не столь длинное видео Для своего канала. По просмотру видео И перед тем, как Переходить с вами К последующим статьям И видеороликам У меня Так же, как, наверное, Я и у данной семейной Пары российских туристов Возник один и тот же вопрос. А как же все то, О чем говорят На российском телевидении Армянские Лоббисты И представители Самого армянского этноса Касательно того, что Турция Так же, как и Азербайджан Сносят Тире искореняют Совершая Культурный геноцид Так называемый Культурный слой В данных государствах Принадлежащих Армянам Так как же это Если В центре Стамбула Действуют армянские церкви Проживают Как минимум Ни один десяток тысяч Представителей армянского народа При этом Армяне Стамбула Ведь никто их не заставлял Благодарны Ататюрку Тоже интересный момент Армяне Стамбула В их культурном центре Висит портрет Ататюрка С рядом находящейся Иконой То есть за него еще и молятся Вопрос интересный Не так ли? Тем более Просматривая данное видео Вы поняли, что Эти туристы до этого Побывали в Армении То есть у них есть Что с чем сравнивать В Армении Данные туристы Навряд ли бы нашли Мечети Ну кроме той самой Единственной голубой мечети Которая стоит В центре Еревана И которая была передана Ирану Вы не встретите Дворец Сардара Вы не встретите Ириванскую крепость На территории Армении Все это снесено Все это Именно Азербайджанский Культурный след На территории Нынешней Армении Как раз таки И подвергся Культурному геноциду Я даже Сейчас не говорю Обратите внимание На тот Аспект Во что было превращено Культурное влияние Азербайджана В Карабахе За 30 лет Его Аннексии Терезахвата Окупации Называйте как угодно Как же это И ведь туристы Российские туристы Сейчас как раз таки И говорят Что они не понимают Они не могут понять В их мозгу Не вмещается Все то что им говорили С российского телевидения И то что они увидели Своими глазами А что если они бы Посетили бы Во время Окупации Азербайджанских земель Город Агдам Что они бы Увидели там Разве это не геноцид Не культурный геноцид Когда город Превращается В руины Просто в руины Целый город Миллионник В советские годы Это был город Миллионник Так как В нем проживало Свыше миллиона граждан Как же это Поэтому На российских телеканалах Для россиян Будут говорить О нежелательности Посещения Азербайджана И Турции Потому что Российские туристы После посещения Азербайджана И Турции Могут вполне Посетить Армению И как говорится Увидеть правду Своими глазами Но не будем Останавливаться На этом Дорогие друзья Когда Армяне И армянские Лоббисты Стараются Выставить Турок Тюрок Азербайджанцев Некими дикарями Я хочу напомнить Некоторые моменты Из истории Прежде чем Мы посмотрим Данный видеоролик Который находится Перед вашими глазами Касательно Политики Эрдогана Президента Турции Я хочу напомнить Сколько Россиян Ну тогда Не было Толком России Тогда Был Советский Союз Сколько Русских Из захваченных Регионов Советского Союза Нашли свою Вторую Родину На территории Азербайджана Сколько Староверов Бежавшие Со времен Еще царской России Нашли Приют И кров И дом И родину На территории Азербайджана И той же Самой Турции Сколько Евреев В свое Время Спасла Та же Самая Турция Сколько Белогвардейцев И дворян Нашли Свой новый Дом На территории Турции Сколько Было Таких Тем Не менее Армянство Выставляет Турцию И Азербайджан Любимые Народ Но я Не буду Потому что Иначе Это видео Должно Стать Бесконечным Просто Хочу Напомнить Что Именно Эти Самые Дикие Турки Османы Разрешили Армянам Ставить Свои Храмы Во времена Византии Армянскую Монофизитскую Церковь Считали Сектой Это так Для напоминания Ну а теперь Давайте Накомним Пойдемте с вами С новыми Я бы сказал Нерчайшими Примерами Гуманизма Которые Проявляет Президент Турции Раджеп Эрдоган В отношении Народов Африки Мы все Прекрасно Знаем Во что Превращал Народы Африки Так Называемая Белая Европа Фактов Очень Много А как же Проявляют Себя Турки И президент Турции Давайте посмотрим Анкара Братьсяет вызов Многолетнему Французскому Влиянию В преимущественно Мусульманской Западной Африке После Приходок Власти В 2014 Году Турецкий Президент Реджеп Таи Пардоган Расширил Деятельность Государства На Африканском Континенте Президент Лично Посетил не менее 28 стран региона Что стало мировым рекордом для неафриканского лидера Своей активностью он зашел на территорию исторически находящуюся в зоне влияния Франции Анкара и Париж вступили в масштабное геополитическое сопротивление Но если Францию связывают с африканскими странами колониальное прошлое То Турцию религиозное единство Кроме этого Турция позиционирует себя как помощник и надежный партнер из схожей культурной среды Что уже позволило добиться положительного имиджа в регионе Который стремительно развивается Турция не из тех стран которые пытаются сохранить старые колониальные порядки новыми методами Мы продолжаем курс на сближение с Африкой во всех сферах Благодаря нашей расширяющейся дипломатической сети на континенте Объем торговли с африканскими странами превысил 25 миллиардов долларов по итогам 2020 года Турция выступает стратегическим партнером Давайте остановимся Представьте себе что такое эти финансовые вливания в экономику африканских стран Не грабеж Африки А вложение Вы чувствуете разницу? Европа грабила Европа убивала Турция вкладывает и хочет сотрудничать Вы, надеюсь, эту разницу ощущаете Эрдоган не строит империю Эрдоган строит некий новый политический союз Начиная с Евразии И заканчивая Африкой Он не собирается быть центром вселенной Нет Он собирается на равных сотрудничать для недопущения Больше тех эксцессов, которые были в этих регионах Он хочет мира Но, к сожалению, мир порой необходимо защищать с помощью кулаков В частности Что Эрдоган вынужден делать в отношении курдов, находящихся в Сирии Которые периодически нападают на вооруженные силы Турции Да, он вынужден Но давайте продолжим Для африканских стран И никогда не воспринимало сотрудничество с ними В качестве краткосрочного и рассчитанного на выгоду В октябре Эрдоган вновь провел турне по странам Африки В ходе которого посетил Ангулу, Тога и Нигерию Визит стал первым в истории отношений этих стран Одной из целей поездки турецкого лидера Стали шаги по борьбе с организацией оппозиционного исламского проповедника Фетхолаха Гюлена Школа которого действует на территории этих стран Было принято решение закрыть образовательные учреждения И передать их под управление турецкого государственного фонда МАРИФ Очень интересный момент Франция действовала на территории Африки А ее представителем на территории Африки Был, назовем так, сектант-оппозиционер Гюлен Крайне интересный момент Продолжаем Который проживает в США Помним, что Фетхолаха Гюлена Обвиняет в попытке госпереворота в Турции В 2016 году С этого времени члены руководимого им движения Преследуются по всему миру В этой связи выбор африканского континента Связан с усилиями Эрдогана Локализовать угрозы в этом направлении Возвращаясь к противостанию двух стран Французский министр обороны Флоренс Парли Неодобрительно отозвалась о стремлении Анкары Заполнять любой возникающий вакуум И дискредитировать Париж А президент Эммануэль Макрон осудил Как он выразился Проводимую Россией и Турцией Стратегию по разжиганию антифранцузских настроений Россия и Турции Вот это заявление Макрона Стоит дорогого Потому что чьим врагом Очень часто Выставляют Представители армянства Для Армении То же самое Турцию и Россию Заявление Макрона И армянских политиков Многочисленных Но неужели это не доказательство для России То что Армения выполняет Руль Пятой колонны В антироссийской В антироссийской Скажем так В продвижении антироссийских Движений Продолжим Однако усиление присутствия Турции На территории к югу от Сахары Рассматриваемой Парижем Как традиционную зону своего влияния Становится все более весомым инструментом Охватывающим почти все гуманитарные сферы В африканских странах действуют Такие организации Как Турецкое агентство Координации и Затрудничества Туркиш Эйрлайнс Институт Юнуса МРМ И фонд просвещения Турции Турция противостоит попыткам Неоколонистов Поставить континент В экономическую зависимость Мы выступаем за то Чтобы африканцы Сами занимались Решением проблем Африки Давайте остановимся И пойдемте все-таки дальше Потому что На вопрос Касающийся Бесчеловечности Турок И азербайджанцев Потому что К азербайджанцам Армянство Испытывает ненависть Не меньшую Чем к туркам Если не большую Тем более В связи с недавними событиями Когда Азербайджан Освободил свои земли Продолжая рассуждать На данную тему Я мог бы опять-таки Привести Множество фактов Когда Азербайджан Проявил себя Больше чем просто С точки зрения Человечности Это в частности Прием Многочисленных армян Которые бежали Из Ирана И Турции Сколько таких армян Нашли Новую родину На территории Азербайджана Думаю Что далеко Не один Десяток тысяч Не так ли Продолжая рассуждать На Тему Касающейся Вот этой Армянской лжи Мы с вами Переходим К следующей статье В Сиднее Убрали Азербайджанские Рекламные Билборды С призывом Посетить Обратите внимание Что здесь говорят Оккупированную Шушу Подождите Австралия Имеет своих Представителей В ООН Думаю Что да ООН Признавала Целостность Азербайджана Да Так как же Сейчас Сидней Может Так или иначе Потворствовать Высказыванием Армянской стороны Что Шуша Была Оккупирована Интересный Момент То есть Настолько Армянство Смогло Обработать Многочисленных Представителей Различных Стран Мира В отношении Беззаконных Действий Азербайджана Я уже Приводил вам Пример В частности Россиянина Который Только Только Открыл Глаза На эту Ересь Которую Ему Лили На протяжении Долгого Времени То же самое Видимо Происходит И в такой Удаленной От нашего Региона Страны Как Австралии Интересно Интересно Дорогие мои Интересно Когда Армянство Заявляет О том Что Азербайджан Азербайджан Разрушили Разрушили Школу Дом Культуры И Памятник В Карабахском Мадаташене И повредили Церковь Святой Богородицы Подождите О каких Уничтожениях Идет Речь Азербайджан Собирается Заново Как раз таки Восстанавливать То что Было Уничтожено Я опять Вынужден Возвращаться К многочисленным Фото И видео Свидетельствам Уничтожения Города Агдама Можно Привести Множество Других Примеров В отношении Уничтоженных Городов Районов Поселений На территории Которые до недавнего Времени Были оккупированы Армянами И кстати ООН тогда Требовала Убрать Вооруженные силы Армении С этих территорий Правда Армения Игнорировала Все что Было Высказано Международным Можно сказать Мировым Условно Назовем Судьей Такой Организации Как ООН Интересно Не так ли Азербайджан Разрушает А что же Агдам А что же Те Сотни Тысяч Мин Которые Уложены По всей Территории Которая Была Оккупирована Вооруженными Силами Армении Не без Помощи России Тогдашней России Ельцина Играчева Как же Эти Фотосвидетельства И как После этого Можно говорить О школе И о прочих Моментах Которые Возможно Я не спорю Ради того Чтобы реконструировать Город Приходится Иногда Сносить Но как же Полностью Уничтоженный Город Без Реконструкции Город Агдам Город Миллионник Имеется Ввиду В этом Городе Проживал Свыше Миллиона Человек Этого Города Больше Нет И только Сейчас Азербайджан Стал Восстанавливать Этот Некогда Действительно Один Из Важнейших Городов В Закавказье Но Не будем Останавливаться И На этом Моменте Те Дорогие Мои В общем То С главной Темой Я Пожалуй Подытожу Но Есть Еще Одна Тема Крайне Смешная На мой Взгляд Как Вы Знаете Армянство Очень Нервно Относится К теме Своей Древности Нынешние Армяне В частности В качестве Доказательства Своей Древности Они любят Приводить Фрагменты Даже Из Фильмов Итальянских Французских Режиссеров Перед Вами Сейчас Будет Фрагмент Из Одного Такого Фильма Вы Поймете Почему Для меня Это Выглядит Крайне Смешно Давайте Посмотрим Приветствую Тебя Тебя Эрекли Верикол Программ Эрекли Верикол Афинский Это Честь Рима Сахам Что Царь Армении С нами Цезарь Господин Армения Надеется Что Ее Связь Рим Станет Еще Крепче Давайте Остановитесь Ну Я Не Буду Сейчас Придираться К Вот Этому Раболеп Армян Станет Возможного Армян Почему Возможного Сейчас Вы поймете Здесь Четко Произносится Слово Армения Я Подчеркиваю Армения Нихаяса Нихаястан Армения Как Вы знаете Армяне Часто Любят Говорить Что Азербайджанцев Называли Азербайджанцами Из-за Места Проживания Из-за Территории Которой Называется Азербайджан То же самое Можно сказать И об армянах Территория Называлась Армения Ну и Разумеется Народы Которые На ней Проживали Назвали Армянами Но Как Как Которые Отношения К Тем Самым Армянам Имеют Хай Тем Более Обратите Внимание Я Неоднократно Кстати Об этом Говорил Я повторю Свою Мысль Ар Мяне Ар Ата Ар Цах Ар Ана Все эти Столь любимые Армянами Названия И топонимы Почему-то Имеют Смысловой Перевод Именно С тюркского Языка Ар Мян Я Мужчина Ар Ата Мужчин Отец Мужчин Ар Она Мать Мужчин Ар Цах Младенец Мужского Пола Или же Еще Переводят Как Ар Сак То есть Мужчина Сак Мужественный Сак Переводов Множество Но Теперь Еще раз Я повторяю Свой вопрос Как Хаи Могут Иметь Отношение К Армении Если Она И Была В связи С Тем Вопросом Который Я Задал И С теми Фактами Которые Привел Как Это Может Быть Вопрос Интересный Подумайте Жду Ваших Мнений Которые Вы Можете Конечно Оставить Под данным Видео Я надеюсь Оставите В форме Комментарии Ну и Последнее Видео Которое Меня Очень Сильно Заинтересовало Полет Байрактаров Над Тинизмом Приближение Катастрофы Что интересно Здесь Армянин Восторгается Байрактарами Да Да Армянин Оппозиционер Путину Я сейчас Не буду Запускать Данное Видео Потому что И так Мой видеоролик Достаточно Продолжительный Я просто Хотел бы Чтобы вы Прослушали Данное Видео И обратили Внимание На то Как Аплодируя Именно Аплодируя Турецким Вооруженным Силам Турецкой Армии Практически С одной Стороны Данный Армянин Не думает О том Что Путин Именно Путин Спас Так или Иначе От Невольной Гибели Если бы Российские Миротворцы Не пришли Бы В Карабах Потому что Во время Освобождения Оставшихся Небольших Райончиков На которых Находилось Все таки Достаточное Количество Мирных Жителей Или условно Мирных Это могло Привести К уничтожению Стариков Женщин Детей По неволе В момент Именно Освобождения Оставшихся Райончиков В частности Ханкенди Но армянство Его называет В честь Степана Шаумяна Степанакерта Кстати Интересно Большевик Шаумян И Мегагерой Армянства Гаригин Жде Как это Сочетается Это так Вопрос Вслух Озвученный Вслух Ну а я на этом Заканчиваю Данное свое видео Не забудьте Подписываться на канал Те кто не подписаны Те кто подписаны Проверяйте подписку Ютуб Любит совершать Свои так называемые Шутки Когда подписанный Человек Вдруг обнаруживает Что подписка Слетела Оставляйте комментарии Для того Чтобы продвигать Видео В поисковике На ютюбе Ставьте лайки Либо дизлайки Что тоже Способствует Продвижению Видео В поисковике Ютюба Делитесь ссылками В соцсетях Приглашайте Друзей И знакомых Ну а я Буду стараться Делать свои видео Еще более Интересными Для вас Дорогие мои Зрители Те из вас Кто захочет Оказать поддержку В частности Работе моего Канала Вы можете Оказать Данную поддержку Имеется ввиду Финансовую Все необходимые Данные Так же Как и все ссылки Которые я использую Будут под Видео Всем до свидания Всегда ваш Сеидов Кямран До свидания Дорогие друзья И до новых встреч На моем канале До свидания